Добрый день! В такую замечательную солнечную погоду хочу показать свою клумбочку. Эта клумба у меня самая большая, она у меня центральная, около домика. И изначально она у меня была просто кругленькая, с заборчиком, с белым декоративным пластиком. И там были высажены однолетние цветочки. Но я быстренько исправила ситуацию, съездила, купила различные цветочки. Покупала я в питомнике, вот буквально недавно покупала я по объявлениям. Объявления выставляют наши соседи в соседних поселках. Люди, которые давно живут, выращивают, у них можно купить подешевле интересные растения. Я даже ездила несколько раз и делала уже повторные приобретения. Поэтому у меня получилась такая клумба, уже она не круглая. Она у меня получилась вот с таким продолжением. И потом после я сюда уже добавила однолетние цветочки. То есть в этой клумбе у меня микс такой, многолетние и однолетние. Начну я с многолетних цветов. Хочу показать, какие многолетние цветы все-таки я сюда посадила. Я отсадила одно растение, но посмотрю, может быть, еще что-то поменяю. Но пока меня все устраивает, пока оно в таком состоянии, не разросшем. Значит, здесь у меня самое такое яркое пятно, можно так сказать, на моей клумбочке. Это хосточка. Она такая красивая, светлая. Значит, вот это, наверное, листики были при пересадке, может быть, сломались. Нужно мне их здесь обрезать. Либо это были цветоносы. Но вряд ли в этом году еще. Цвела. Это мне Зинаида Федоровна, моя зрительница, подписчица. Подарила свою красивую хосточку. Она у меня прекрасно здесь приживается. Я за ней слежу, подкорректирую здесь, видимо, при переезде, да, не так-то просто перевести такие большие растения, чтобы они не травмировались. Поэтому, скорее всего, вот эти я обрежу. Листики, которые были вот. Она быстро разрастается. А, это вообще сорняк, вот. Сделаю, чтобы было красиво. Пересмотрю вот ножки, например, без листиков. Я думаю, что взять нужно ножнички, аккуратно все это разрезать. А так она пышненькая, красивая. Замечательный такой яркий акцент в моей клумбочке, вот рядом здесь. Буквально недавно я в питомнике, ну, недели две назад, купила Невьяник. Это обычная садовая ромашка. Но она тоже вся разная. Конкретно вот этот сорт у меня называется Реал Глори. Она многолетняя, относится к сорту модница. И у нее середина цветочка желтая. Махровое обрамление белыми лепесточками. Она у меня что-то подвяла. Но я ее сегодня буду рыхлить, поливать и подкармливать. Хочу подкормить, купила удобрения для всех своих цветочков. Указано в описании, что эта ромашка при разрастании превращается в пышный купол. Очень много цветов здесь будет. И куст будет крепкий, высотой 50 сантиметров. Здесь нет 50, здесь пока сантиметров, наверное, 25-30 у меня куст. Цветет обильно долго, нам сказали. И очень хорошая зимостойкость. Вот такая ромашечка. Она вообще была красивая. Что-то она у меня подвяла. Ну, потому что она у меня красивая. Не всегда, пока они приживутся, нужно дать им время. Потому что в клумбочку я ее буквально недавно пересадила. У нее идет адаптация. Вот этот куст мы купили одновременно. Это тоже ромашка. Невианник, обычная садовая ромашка. Но она здесь совершенно другого сорта. Это Реал Гелакси. Называется. Там уже цветочки есть, здесь цветочков нет. Тоже многолетние растения оригинального сорта. И соцветия здесь будут крупные. Где такие более плоские, как классическая ромашечка. Это будут они махровые, белые, с желтой отделкой. Лепестки здесь узкие. Это видно. Такие они длинненькие. И высота куста будет 70 сантиметров. И куст указан, что будет очень упругий и крепкий. Цветет также обильная и продолжительная зимостойкость. У этой ромашки высокая. Пока никаких цветов нет. Листья все очень плотные, хорошие стоят. Мы ее так и купили. Вот как она есть без цветочков. Та была с цветками. Это без цветочков. Вот это большое растение. Это у меня вербенник видовой. Он будет весь в желтых цветочках. И высота 60-80 сантиметров. Куст слабоветвистый. Он растет вверх и все. И быстро написано распространяется. Почему многие писали, что это растение агрессор. Период цветения у него с конца июня. Я все почитала. И продолжается примерно полтора месяца. Потом цветочки нужно отсветшие убрать. И возможно будет повторное цветение. Но уже не такое обильное. Разрастается, как я и сказала, акуст быстро. Но и также его можно просто взять, как у девушки написала. Я читала. Лопату берешь, отрезаешь. И вот то, что отрезал, в другое место переносишь. Кто-то недоволен, что он так вот вширь. Кто-то доволен. И указано, что лучше высаживать куда-то на задний план. Потому что оно высокое. Не высокое. А вот оно 60-80, но в ширину идет. Если какой-то цветник, либо у забора, либо куда-то на задний план. Поэтому я подумаю насчет этого растения. Оставить его в клумбе или нет. Пока растет, я вижу, что скоро будут цветочки. Уже здесь вот они виднеются желтенькие. У нас сегодня солнышко. Наверное, не видно. Но здесь вот уже скоро появится. У меня уже есть. Который цветет. Такой же вербейник. Наверное, такой же. В двух местах. Я его купила уже с цветками. У женщины по объявлению. А этот я купила в питомнике. У меня здесь такой пока еще зелененький. Вот это пышное растение у меня со стрекозкой. Стрекозку вставила из магазина ленты. Это у меня и суп розовый. Розовыми цветочками. Это многолетний полукустарник. Который имеет лечебные свойства. Можно его использовать в качестве приправы даже в кулинарии. Потому что цветочки, видимо, очень ароматные. У меня их не было еще цветочков. Я поэтому пока не знаю. Листья и цветы здесь насыщены все эфирными маслами. И поэтому это растение привлекает очень пчел. И считается медоносным. И мед из сопа даже дороже будет стоить, чем липовый мед. Вот если покупать, то он будет дорогой. Высота этого кустарника 80 сантиметров. Ствол здесь крепкий. Имеет ворсинки. И веточки вот такие будут прямые. Здесь очень мощный корень. Хорошо переносит он засуху. И если он разрастется, написано, что сложно его даже вырвать. Цветочки бывают разного цвета. Белые, розовые, фиолетовые, лиловые. У меня это растение с розовыми цветочками. Я думаю, что, наверное, мне не подойдет это растение. Для того, чтобы оставить его в клумбе, мне кажется, нужно пересадить вот этот эсоп отсюда убрать. Ну, я так думаю. И пересадить вербейник. Потому что это все будет разрастаться. И очень будет здесь широко. Тем более, если потом корни не вырвать. Буду думать. Это небольшое растение. Это живучка с розовыми цветочками. Многолетние травянистые растения, которые образуют прикорневую розетку и постоянно выдают ползучие побеги. Это растение очень быстро, написано, распространяется. Все вот эти побеги тоже укореняются, дают свои розетки. В общем, постоянно здесь из земли будет что-то выходить. И растение это будет расползаться. И распространяться. И будет создавать такой, написано, ковер. Ну, вот ковер будет и с листьями, и с цветами. Цветки здесь разные по цвету. У меня они розовые. Длина 35 см. И цветет с апреля по июль. Вот. Я так понимаю, что так как середина июня, вот уже цветение здесь заканчивается. Растение хорошо зимует. Переносит также хорошо засуху. И написано, что любит тень. У меня здесь на открытом солнышке. Можно высаживать под деревья, под какие-то кустарники. Ну, вот, потому что она невысокая и будет распространяться. И самое интересное, я прочитала, что семена этой живучки по саду могут разносить, не могут, а точно разносят муравьи. Они питаются придатками, которые образуются на плодах. И если где-то вышел сеянец, его можно просто вырвать, если он не нужен. То есть, вот эту живучку тоже я хочу пересадить в другое место. Так как это растение любит тень, вот я хочу отсюда убрать живучку. Вот это растение и то. Вот эти три я хочу отсюда убрать. Вот этот красивый цветочек, это армерия. Многолетнее растение. Здесь вот такая прикорневая розетка, вот как мой газон. И вот такие стебелечки и сверху цветочки розового цвета. Вот они образуют такую сверху розеточку указанную. Растение зимостойкое, может выдерживать морозы до минус 34. Полив здесь обильный. И растение светолюбивое. Высота 15 сантиметров, ширина будет 40 сантиметров. Каждые 2-3 года армерию необходимо делить. Она видимо тоже так вот разрастется. Подкармливать не нужно, так как в природе данное растение растет на абсолютно бедных почвах. Вот я пока посадила, это растение я оставлю. Вот я единственное не нашла, нужно найти, насколько тут цветение. Потому что здесь вот у меня оно, когда я покупала, было полностью. А тут уже цветочки такие, как будто бы уже завершают свой путь. Цветение нужно почитать. Вот еще информацию такую мне посмотреть. А так оно симпатичное, приятное. Вот это замечательно пушистое растение. Это кариопсис. Тоже я сюда стрекоску свою ставила. У меня их несколько, покупала в ленте. Теперь украшаю свой сад. Это многолетнее растение с цветками, как маленькие солнышки. Цветочки будут желтые. Очень яркие. По-моему, желтые с красным, что ли. И само растение неприхотливое, очень быстро растет, светет обильно. И я еще прочитала, что это растение, креопсис, бывает как многолетнее, так и однолетнее. Если растение многолетнее, как у меня, то у него высота от 60 до 90 сантиметров. И цветочки очень похожи на ромашки, только ромашки они вот такие беленькие. А здесь будут они такие желтые. Полив умеренный. Растение светолюбивое. Хорошо переносит зиму. Ну, холодоустойчивость здесь высокая. И цветет с середины июля до осени. Вот, еще июнь. Увижу я цветочки только с июля. Стебли здесь жесткие, ветвистые. И сам цветочек будет 3-5 сантиметров. Вот это мне очень креопсис понравился. Посмотрю в этом году, как будет цветение, как рост. Потому что написано, растение будет 60-90 сантиметров высокое. Вот это розовое растение, это мыльнянка. Многолетняя, неприхотливая. Хорошо переносит морозы и засуху. Видите, оно такое, как я когда покупала. Смотрю, здесь такие сухие стебли. Из них уже более свежие. Это считается почвопокромным. У него высота всего 8 сантиметров. Оно невысокое. А ширина будет 45 сантиметров. Густо разветвленный куст. И он подушковидный. Вот такой. Цветет он с мая по август. Вот сейчас он у меня цветет, это растение. И здесь я его, наверное, оставлю. Пока здесь у меня будет. Вот это называется лихнис. Я вроде как правильно прочитала. Корончатый многолетний кустарник, который цветет. У него высота до 40 сантиметров. Я думаю, у меня он высокий. Мне кажется, у меня больше, чем 40 сантиметров. Цветет обильно. А краска может быть и красный, и желтый, и оранжевый, и белый. Я не знаю, какой у меня цвет будет. Когда зацветет, я скажу и покажу. Цветет он с июня по июль. Всего 20-30 дней. А то и меньше, как написано. То есть в основном он такой будет зелененький. Он интересный. У него такие листочки пушистые. Стволик тоже пушистый. Написано, что любит сухую почву. В уходе он абсолютно не нуждается. И на одном месте он прекрасно растет до 5 лет. Укрывать его на зиму не нужно. Холодоустойчивость у него высокая. Очень любит свет. Но желательно, чтобы освещение было рассеянное. Где-то немножечко, чтобы тенечек попадал. Вот это растение называется очиток. Мне его подарила Зинаида Федоровна, моя зрительница. Растение многолетнее. Мне Зинаида Федоровна сказала, что осенью будет цветение. А так оно летом будет зеленое. Я почитала информацию. Относятся к суккулентам. Здесь такие листочки объемные. Вот как у суккулентов у всех. И вообще неприхотливое. Солнышко любит. И хорошо переносит зиму. Растет даже на самых бедных почвах. И у меня еще есть цветочек. Мне сказали, что это кошачья лапка. Но по-моему это тоже очиток. На этикетке было написано кошачья лапка. Но вроде как действительно перепутано. Потому что вот оно как суккулент такое. Великолепное растение. Вот как я его купила в идеальном состоянии. Так у меня и стоит. Все листочки ровные, красивые. Такие наполненные вот этой влагой. Видно. Чудесное. Чудесное. Здесь у меня останется. Еще у меня здесь. Я покупала в питомнике. Вот эти, как я сказала, волосинки. Это веник. Это у меня есть другое растение. Наев. Забыла как называется. Оно другое. А это веник. Вот. Оно будет таким красивым волосиком. И здесь тоже у меня останется. Значит, что сюда я еще посадила. Все сказала. Здесь у меня растет хоста. Который мне подарила Зинаида Федоровна. Здесь я... Вот это тоже, по-моему, да, очиток. Красивый посадила. Великолепный тоже. Недавно купила в питомнике. Листочки светло-зеленые. С розовой такой кантовочкой. Прелесть. Очень мне нравится. Здесь у меня еще аквилегия была большая. Я ее убрала. Потому что аквилегия любит тень. Вот это вроде как... Надо почитать. Она маленькая, карликовая. Тоже, наверное, ее в тенечек лучше перенести. И я убрала большую аквилегию в тень. Здесь я посадила василек. Многолетнее растение. Оно такое узенькое. Его даже если часто высаживать. Желтые цветочки. Можно на 20 см друг от друга. Здесь у меня пока занял место василек. И вроде как из многолетних-то и все. Вот еще многолетний. Я недавно купила у женщины по объявлению. Это гвоздика. Она будет цвести розовыми цветочками. Гвоздика вот замечательная. 100 рублей, по-моему, я за нее отдала. У меня их две. Вот одна у меня здесь такая чудесная гвоздичка. Я ее не в питомнике, у женщины купила по объявлению. Вот это, по-моему, многолетняя. Я вчера посадила, сама выращивала вербена. У меня таких кустиков два. Здесь уже цветочки. Это маленький такой размер. Вот у меня второй. Второй у меня более такой пышный кустик. Вот. Это вербена. Из многолетних вроде как и все. Ну и свою клумбочку я дополнила однолетними. Здесь вот я еще купила пион. Такой замечательный. Новый у меня пион появился. Почему-то муравьев столько на нем. Буду бороться с этими муравьями. Они прям одолели этот пион мой новый. Пион у меня красивый. Подпишу, как называется, сорт. У него бутоны. Я их уже купила вот с такими бутонами. В питомнике купила за полторы тысячи. Пион. Посадила. Я его пока тут окружила однолетними цветами, кроме гвоздейки. Потом однолетний, если тут будет большой пышный куст, я для него вот это все место оставила в будущем. Пока однолетний. Какие тут у меня однолетние? Тут у меня георгины, астры, гацания. Гацания. Это я все сама из семян. Вот. Все у меня приживается. У меня очень много астр различных. Больших, маленьких. Вот такое. Здесь какие-то есть цветочки. Я даже забыла, как называется. У меня все есть. Это циния. Цинии тоже у меня все разные. Вот. Некоторые даже забыла. Повысаживала. Я их по размеру смотрела. Стахис у меня здесь. Вот. Он у меня небольшой, но написано высота будет 50 сантиметров. Очень много. И все вот это я выращивала. Циния. Все это я из семян. Разрастется. Будет красота. Вот моя циния. Вот. Вот эти все цветочки. Это все я выращивала из семян. Красота. Маленький я на край. Сегодня хочу полить вечером все циния. Смотрите, какие уже большие. У меня таких не было. Они тут у меня увеличились все, когда я их сюда перенесла. Также эту клумбочку у меня заняли муравьишки. Муравьишки у меня двух видов. Один вот такой с лопатой. Здесь такой муравьишка с мешочком. И здесь у меня еще вот такая вот рядом с клумбой у меня еще гортензия. Вот рядом с моей клумбочкой у меня еще здесь гортензия, которая называется Pink Diamonds. Почитаю тоже про эту гортензию. Я уже про две гортензии свои почитала, изучила, размеры посмотрела. Почитаю про эту. Вот такой у меня сегодня обзор. Ознакомила, кому интересно, с моей самой большой клумбочкой на участке, которая прямо в центре, около домика. Выходишь, и здесь такая замечательная клумбочка. Все будет расти. Но вот какие-то растения, наверное, три я отсюда уберу. Либо чем-то заменю, либо оставлю как есть. Так как в этом году у меня будут тоже однолетние разрастаться. Вербейник уберу, скорее всего. То, что я сказала, еще раз почитаю, что действительно убрать, либо не убрать. И вот распределю. У меня есть места, куда можно распределить. Мест хватает. Ну а на сегодня все. Пока-пока.